Можно с вами разговаривать. Все это везде есть. Кабинет директора птицефабрики Маличкино так и остался наглухо закрытым для журналистов. Комментировать отключение электричества руководитель предприятия отказался наотрез. А вот жители поселка, для которых птицефабрика – основное место работы, к этой ситуации относятся однозначно. Никакие рамки не везут. Это кошмар. Конечно, негативно. Отмечают, ну раз не платят, так что делать-то? Раньше нет, не было таких проблем. Вот лично в советское время такое не было. Проблемы на предприятии возникли еще осенью, когда из-за невысокого урожая корма для животных подорожали в два раза. Но сейчас ситуация обострилась настолько, что электричество лишились некоторые помещения фабрики. Но, как уверяют в администрации Череповецкого района, на производственном процессе это никак не отразилось. За 2010 год получено около 130 миллионов штук яиц на птицефабрике. Это несколько меньше, чем в предыдущем 2009 году. Малечкино за последние годы приняло ряд мер по переоружению по техническому, реконструкции аптечников. Они вынуждены были брать кредиты еще. То есть, наряду с тем, что растут стоимость кормов, растут стоимость электроэнергии, газа, еще у них висит большим грузом, висят вот эти проценты за кредиты. В общей сложности предприятие не заплатило за свет около 5 миллионов рублей. Но в должниках не только Малечкино, но и другие предприятия, входящие в Вологодский центр птицеводства. Это птицефабрики Ермакова и Вологодская. Отдельной строчкой в списке значится ЗАО «Надеева». Им всем были ограничены поставки электроэнергии. Проблемы вологодского птицеводства обсуждали на областном уровне. Этот вопрос был включен в повестку предстоящей сессии Законодательного собрания Вологодчины. Ситуация там крайне сложная. И если мы не вмешаемся серьезным образом, то мы можем это птицеводство просто потерять. Яичное птицеводство. Поэтому правительство и депутаты Законодательного собрания на этой сессии принимают решение о выкупе контрольного блокирующего пакета акций, для того, чтобы это производство перешло под собственность и под эгиду областного правительства. Сегодня вопрос о задолженности за электроэнергию рассмотрели в правительстве Вологодской области. Там состоялось совещание с участием энергетиков и руководителей предприятий-должников. Птицефабрики обязались вернуть часть долга в ближайшее время. На 20 число было запланировано ограничение производственных объектов. Было предложено 19 числа ввести самостоятельное ограничение, что и было сделано. Сегодня в 2 часа было проведено совещание при правительстве Вологодской области. Была достигнута договоренность в том, что до 15 февраля большая часть задолженности по указанному предприятию будет погашена. Самостоятельное ограничение было разрешено снять. Гарантом исполнения обязательств предприятий перед энергетиками выступило правительство Вологодской области. Сегодня электричество без ограничений стало поступать на предприятия в Мальчкино и на другие вологодские птицефабрики.